Ежегодно в сезон массового сбора цитрусовых в Абхазии на пункте пропуска КПП ПСО у наших предпринимателей возникают проблемы с перевозкой сельхозпродукции. Люди, обессиленные от ожидания, стоят в многочасовых пробках, а товар при этом портится. Соответствующие видео частенько выкладывают пользователи соцсетей. По словам министра сельского хозяйства Рислана Джопу, несмотря на тщательную подготовку к сезону, в этом году проблемы все же возникли. С абхазской стороны не раз собирали в составе всех тех, кто участвует на границе, кто представлен там службы, государственные предприятия, таможня, карантинная служба, стандарты, пограничники. Одним словом, вроде они плохо подготовились, были меры все приняты для того, чтобы не происходило то, что сегодня имеет место. Я думаю, что это было связано с тем, что на российской стороне таможенная служба предпочинена Краснодарскому краю, и поэтому там появились новые люди, как новая метла, начинают работать они со своими правилами, со своими новыми указаниями. Я думаю, что это такой просто обычный человеческий фактор, который надо устранить, который присутствует на границе. Это не политика российско-абхазская, это не отвечает нашим отношениям, поэтому те проблемы, которые есть на границе, я думаю, что они будут устранены. Не хочу сказать, что это специально делается кому-кем-то, потому что там все-таки состав поменялся, много участников таможенной службы, те, кто работают, они новые. Образовавшуюся на этот раз пробку на границе объясняют тем, что из строя вышло оборудование, проверяющие машины. Сейчас их осматривают визуально, что занимает немало времени. Представляете, машина большегрузная, где 20 тонн, скажем, или 18 тонн, один ряд надо выгрузить для того, чтобы представитель пограничников или таможенной мог подняться и визуально посмотреть, нет ли там другого вида товара, кроме того, что задекларировано. Еще одной проблемой перевозки сельхозпродукции на КПП ПСО может быть и цена товара. На абхазской границе при вывозе продукции необходимо иметь сертификацию ответствия и заплатить таможенный сбор, который составляет 0,1% от стоимости одного килограмма товара. На российской же стороне предпринимателю нужно заплатить возной НДС в размере 10% стоимости. В этом году цена за один килограмм мандаринов составляет 19 рублей. Из этой суммы исчисляются все налоги. Российская таможня считает эту оплату низкой. В этом году, опять же, таможенная служба, они к нам обратились с тем, что стоимость мандаринов здесь увеличилась. На рынке стоит 40 рублей. Таким образом, они рассматривают повышение той стоимости, из которой будут исчислять до 40 рублей. Сейчас идут переговоры, письма, это будет означать, что если российская сторона будет исчислять все платежи не из 21 рубля, как это было раньше, как мы заявляли, они принимали, а из 40 рублей, то есть это будет намного выше стоимость перевозки. Понятное дело, что отборные такие вот мандарины, которые в розницу продаются, они могут стоить больше, но оптовая цена, она не может превышать вот тех сумм, которые мы заявляли. То есть не менее 19 рублей это было сказано для того, чтобы из этой суммы исчислять все платежи, которые необходимы на границе. По словам Беслана Джопу, несмотря на проблемы, с которыми пришлось столкнуться, в этом году в Россию вывезено немало абхазской сельхозпродукции. Вот, например, в этом году, по сравнению с прошлым годом на сегодняшний день, мандарины вывезены 4572, тогда как в прошлом году было это 1342 тонны. То есть в четыре раза почти больше мандарин в этом году уже вывезено за это время. При наличии вот таких вот проблем, проблемы в прошлом году были, но в этом году вот таким образом. Орехи вывезены по сравнению с прошлым годом на почти 1000 тонн больше, 1200 тонн больше. То есть 1500 даже вывезено на сегодняшний день, 241 тонн только в прошлом году. Также фехла, хурма, киви, вот фехла вывезена почти 1000 тонн, тогда как в прошлом году всего 300 тонн в это время было вывезено. По словам представителя Федеральной таможенной службы Российской Федерации в Республике Абхазия Константина Козлова, помимо названных проблем существует еще одна. И она заключается в следующем. Когда предприниматель подает декларацию, чтобы перевести максимальное количество товара, он указывает в этом документе несколько транспортных средств, не составляя декларацию на каждую машину в отдельности. Таможенные оформления и товарные потоки должны быть организованы тщательнее. Таковы требования российской таможни. Когда декларация и часть автомобилей из этой декларации въехали в пункт пропуска, подается декларация инспектору. Инспектор при огромном своем желании оформить побыстрее эту декларацию и выпустить весь товар, который заявлен в ней, не может этого сделать. Потому что он должен увидеть весь товар. Только после того, как все транспортные средства, заявленные в декларации, попадают в пункт пропуска, рождается запрос в орган, который принял декларацию, на то, что вся товарная партия находится в пункте пропуска. Так называемая сверка. По словам Константина Козлова, проверить такое большое количество машин сразу невозможно. Из-за этого и возникают пробки. Когда машины, ведь поставщиков или участников внешнеэкономической деятельности, которые хотят ввести свой товар в Российскую Федерацию, он не один, не два, их несколько. И поэтому товары каждого участника ВЭД едут на автомобилях. И на пункте пропуска, который имеет свои геометрические размеры не столь великими, они перемешиваются, создается пробка. И когда пять машин уже въехали, допустим, на пункт пропуска, оставшиеся пять просто не могут пересечь все это пространство. Остаются где-то, пока вот эта организационная ситуация не будет преодолена, сложности по скорости выпуска деклараций будут. Поэтому я просил бы обратить внимание участников внешнеэкономической деятельности, именно с абхазской стороны, чтобы администрирование и таможенного оформления, администрирование и товарных потоков, которые следуют в пункт пропуска для въезда в Российскую Федерацию, были организованы более четко. Вместе с тем, работы по устранению проблем на границе не прекращаются. Есть надежда, что в ближайшее время ситуация разрешится. Гугуца Вардания, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.